Отец, мы благодарим Тебя, просим, чтобы Ты помог нам понимать, чтобы мы имели открытые сердца и разумы, чтобы слышать то, что Ты говоришь, помоги нам понять, Господь, силой Духа Твоего Святого, во имя Ишуа. Аминь. Что я хочу, чтобы мы понимали, что есть вещи, которые мы не понимаем. Мы не всегда понимаем, как все устроено. Но на основании опыта мы можем увидеть, что определенные вещи, они истины. Задам Вам вопрос. Когда Вы стали верующими в Ишуа, Вы исповедовали все свои грехи? Сразу? Нет. Нет. Именно. Был процесс. Через который мы прошли. Когда мы понимали, что какие-то вещи были грехом. И Бог очень милостив к нам. я помню одну историю об одном человеке, который сказал Боже, покажи мне все мои грехи и спустя одну секунду он сказал, Боже, пожалуйста, остановись иногда мы не можем принимать факт но иногда требуется процесс для понимания, что определенные вещи в нашей жизни неправильны и когда мы становимся более чувствительны к Духу Святому тогда появляются вещи, которые мы считали нормальными они оказываются не совсем нормальными нам нужно избавиться от этого если вы считаете, что моя мысль немного странной все равно потерпите чуть-чуть и когда мы дойдем до конца, вы сами сможете принять решение считаете ли вы это истиной считаете ли это соответствующим Писанием и считаете ли вы, что с этим нужно что-то делать как я вчера сказал, что кажется, что наша вера в Ишуа Мессию не освобождает автоматически нас от всех влияний грехов и сюда могут включаться вещи, которые произошли в прошлом и нам нужно с ними разбираться когда мы рассматриваем Писание и ищем ответа на эту проблему мы видим примеры, где люди исповедовали и каялись за грехи своих предков и вот примеры царь Аса царь Аса 1 Kings chapter 15 verse 11 to 14 ok, I'm just gonna let the text be read in Russian 1 Kings 15 1 Kings 15, 11 to 14 и поступал Аса праведного в очаг Господа как Давид отец его и изгнал он блудников из страны и велел снять всех идолов, которых сделали отцы его и даже мать свою Мааху лишил звания государыни за то, что она сделала истукан для Ашейры и срубил Аса истукана ее и сжег ее и бросил пепел в поток кедрон высоты же не были уничтожены но сердце Асы было всецело предано Господу во все дни его ok, there are certain things that we need to notice здесь можно отметить определенные вещи ok, it says that he repented from his father's sins let me find it in Russian translation, please ok, he got rid of the article all the idols his fathers had made ok, you mean this is the act of repentance, right? yes то есть, эти слова, которые говорят о том, что он велел снять и уничтожил всех идолов, которых сделали его отцы это значит, это было действием покаяния he destroyed them, ok? он уничтожил эти идолы но обратите внимание кто был отцом Асы? David David не был его отцом he was his ancestor he was his ancestor because it says he repented from his father's sins did David но получается, если он раскаялся в грехах своих отцов, он раскаялся в грехах Давида разве Давид устанавливал этих идолов? нет нет ok, so David was not his father то есть, David не был его отцом yet, the scripture tells us, that David was his father хотя и Писание говорит, что он был его отцом то есть, это как мы говорили вчера об Аврааме и Леви здесь тот же самый принцип и это нам нужно понять нам это нужно разобрать, чтобы действительно понять суть в понимании Писания Давид был его отцом потому что, например, мы вчера упоминали о том, что Давид был его отцом что царство Давида будет вечно стоять об этом есть пророчество и это царство, оно дошло до Иешуа и в один день Иешуа будет воссидать на троне вместе с отцом в царстве Мессии и мы видим, как здесь происходят определенные вещи и вот это вот блудников имеется конкретно в виду, что от мужской проституции избавился и в одном из переводов говорится, что это Мааха не мать, а его бабушка потому что он избавился так же от нее, лишил ее звания, потому что она сделала так же из тугана единственное негативное упоминание о нем это то, что он не уничтожил высоты но с другой стороны говорится, что сердце его было всецело предано Господу и опять же это связано с Давидом Следующий пример Четвертое царство 22 Одиннадцатый стих И было, когда услышал царь слова книги Торы, то разорвал он одежды свои Здесь сказано, что когда он слышал слова книги Закона или слова Торы Он осознал, что что-то делалось совершенно неправильно И как мы увидим, что он принес и плакал из-за грехов своих отцов перед Господом И потому что пришел суд на Иуду из-за предыдущих грехов отцов В тринадцатом стихе Пойдите, вопросите Господа обо мне и народе и обо всей Иудее О словах этой найденной книги Ибо велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не приняли отцы наши слов этой книги Чтобы поступать так, как предписано нам Он осознал, что что-то не так, и он знает, куда идти Девятнадцатый и двадцатый стих Так как смягчило сердце твое И ты смирился перед Господом, услышав то, что сказал я об этом месте и о жителях его То они будут предметом разрушения и проклятия И ты разорвал одежды свои и плакал передо мною То и я услышал тебя, сказал Господь За это вот я собираю тебя к отцам твоим И ты положен будешь в гробнице твоей с миром И не увидят в глаза твои всего того бедствия, которое наведу я на это место И принесли они царю ответ То есть мы видим, что здесь есть определенный образ действий Что когда мы осознаем, что что-то произошло в прошлом И это влияет на нас сегодня То же самое случилось с этим царем Потому что он говорит, что Велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не приняли отцы наши слов в этой книге Он осознал, что земля страдала из-за того, что произошло ранее И люди страдали от этого И он понял, что что-то можно сделать, и это было покаяние Неемия Первая глава С пятого по седьмой стих И сказал я, Господи Божий Небесный, прошу тебя, Божий великий и страшный Хранящий союз и милость к любящим Его и соблюдающим заповеди Его Прошу, да будет внемлющим ухо Твое и глаза Твои открытыми Чтобы слышать молитву раба Твоего, которую возношу я пред Тобой сегодня, днем и ночью О сынах Исраэлевых, рабах Твоих и кай всех грехах сынов Исраэлевых Которыми грешили мы перед Тобою И я, и дом Отца Моего грешили мы Виновны мы перед Тобой, и не соблюдали мы заповеди и постановлений и законов, которые Ты заповедал Маше, рабу Твоему Здесь очевидно, что Он исповедует грехи И Он также включает в Себя Это интересный пример в Писании Что когда мы понимаем, что наши предки согрешили, но мы не разрушаем этот грех исповеданием Тогда мы становимся частью этого греха И некоторые из этих вещей, как я уже говорил, могут казаться странными Но мы увидим здесь, что это на личном уровне И на национальном уровне Иногда народы страдают из-за грехов их предков, их отцов Могу привести хорошие примеры из Бельгии Бельгия очень долгое время живет под своего рода проклятием Есть кровь на этой земле Так же, как, например, Каин убил Авел Бог сказал, что кровь Авеля взывает ко мне от земли Большинство боевых действий во время Первой и Второй мировых войн Происходили также и на бельгийской земле Достаточно просто обратиться к книгам историй Но есть и больший грех Это грех колонизации В Конго Король Бельгии Альберт Не который сейчас король Извините, король Леопольд Он убил, точнее, по его приказу было убито около двух миллионов человек в Конго И большая часть богатств Бельгии пришли как раз из-за вот этой вот резни в Конго И долгое время пытались спрятать эти факты, утаить их Но все-таки удалось опубликовать книгу О том, что происходило И это ужасная история Но это не было исповедано Если посмотреть на историю Бельгии с того времени То можно увидеть, что с тех пор земли разделили Что земли были спорные вопросы по поводу земель И было множество вещей в истории И я верю, что это из-за как раз неисповеданного греха Фактически правительство Бельгии отказалось признавать, что что-то было не так в Конго Но здесь в случае Неемии Мы видим, что он исповедует грехи Несмотря на то, что он не участвовал непосредственно в этих грехах Но тем не менее он взял на себя эту ответственность И фактически за последние 10, 20, 50 лет Было определено совершено примирение между Израилем и некоторыми странами На основании событий Второй мировой войны В частности, Германия опубликовала декларацию Где она просит прощения у Израиля за содеянное И один из интересных фактов, который касается этой истории Что когда был выпущен один из этих документов И произошло публичное исповедание Вскоре после этого Упала Берлинская стена И Германия снова стала единой страной Если посмотреть историю, то можно увидеть много разных таких примеров Эзра Изра Изра, chapter 9 9, verses 5-15 This is quite a long text But I'd still like it to be read Изра 9 Изра 9 5-15 5-15 You want me to read it? Just read it Not too fast, but at a good speed Listen carefully to what is read Слушайте внимательно А с наступлением часа вечерней жертвы Встал я, постящийся В разорванной одежде и в рваном верхнем платье И пал на колени И простер руки свои Господу Богу моему И сказал я Боже мой, стыдно и срамно мне, Боже мой Поднять лицо свое к Тебе Ибо грехов наших множество Выше головы А вина наша возросла до небес Со времен отцов наших По сей день мы в большой вине Из-за прегрешения наши Отданы были мы цари наши Священники наши Во власть царей других стран Меча, плена, грабежа и позора Как это ныне А теперь ненадолго Настало помилование от Господа Бога нашего Чтобы дать нам спасение И дать нам обосноваться на святом месте Его Дал просвет глазам нашим Бог наш И дал нам ожить немного в рабстве нашим Ибо рабы мы Но и в рабстве нашем Не оставил нас Бог наш И даровал нам милость царей Параса Чтобы ожили мы Чтобы поднять дом Бога нашего И отстроить руины Его И дать Ему ограду в Юдее И в Иерушалайме А теперь что скажем мы, Боже наш После того, что оставили мы заповеди Твои Которые заповедал Ты Через рабов Твоих пророков Сказав Земля, которой Вы идете наследовать Земля нечистая Из-за скверных народов иных стран Из-за мерзости их Что переполнили ее От края до края нечистотой своей А ныне дочерей своих не отдавайте за их сыновей И их дочерей не берите за сыновей своих И вовеки не ищите мира и блага их Для того, чтобы укрепиться Вам И есть будете лучшее Что есть в этой стране И передавайте ее по наследству Сынам Вашим вовеки А после того, что постигла нас За дурные дела наши И за вину нашу великую Взыскал Ты, Боже наш, с нас меньше Перегрешений наших И дал нам такое спасение Неужто станем мы опять нарушать заповеди Твои и родниться с народами этих мерзостей Ведь тогда Ты прогневался бы на нас окончательно Так что не было бы ни уцелевших, ни спасшихся Господи Божий Исраэля Ты справедлив Ибо остались мы уцелевшим остатком Как это ныне Вот мы перед Тобой в вине своей Хотя нельзя устоять перед Тобой за это Это длинный текст Но мы видим Исповедание греха, покаяние И это касается не только Того положения, в котором находился сам Исра Это касалось прошлого В 10 главе В первом стихе Сказано И пока молился и исповедовался Эзра, плача и простираясь Перед храмом Божьим Собралась к нему Из народа Исраэлева Очень большая толпа Мужчины и женщины и дети Ибо плакал и народ великим плачем Мы видим, что то, что сделал Изра, что это влияет Мы видим, что то, что сделал Эзра Оно повлияло на тех, кто был вокруг Люди пришли с пониманием Что нужно исповедание Следующий текст очень большой Мы все не прочитаем Но я бы хотел бы вам читать Сейчас или дома Но сами, пожалуйста, прочтите Дома этот текст И это понимает Понять нам, в чем суть Есть еще один Тоже длинный пример Даниила, 9 глава С 4 по 19 стих Кто бы прочитал? Кто умеет читать? Кто умеет читать? Даниила 9 Верси 4 по 19 стих С 4 по 19 стих It's a good exercise for you To read scripture aloud Кто умеет читать? Так прочитайте же кто-нибудь, пожалуйста Yeah I can tell you It's sometimes very important It's very important To read God's word aloud С 4 по 19 стих Yeah Молился я Молился я Господу Богу моему И исповедовался И сказал Молю тебя, Господи Божий И дивный Хранящий завет И любящий тебя И соблюдающий Повеление твоих Согрешили мы И поступали беззаконно Дея Людмичестиво Упор в руле И отступили От заповедей твоих И от постановления твоих И не слушали Рабов твоих Пророков Которые твои И не говорили Царям нашим Вельможен нашим И отцам нашим И всему народу страны У тебя, Господи Правда А у нас на лице Стыд Каждый день Силю каждого Идея У жителя У жителей Иерусалима И усеев И усвою И драйв У ближних И дальних И дальних Во всех странах Куда ты взнял И за отступление И имени Отступили от тебя Господи У нас на лице Стыд У царей наших У детей наших У родствов наших Потому что мы Совершили Это Бог А у Господи Слава Бога Нашего Милосердия И прощения Ибо мы Возмутились Сквозь Бога И не слушали Глаза Господа Нашего Что он подступает По закону Его Который Он дал нам Через рабов Своих И весь Израиль Преступил Закон Твой И Преступился Чтобы не Слушать Глаза Бога И Который Извил У нас Поклятие Клятко Который Написан Закон Моисея Раба Божий Ибо мы Согрешили Ведение И он Исполнил Слова Свои Которые Дрех На нас Судей Наших Судивших На нас Великое Бедствие Такое Он Бывало Под Небесами Такое Согрешило Симфер И Как написано Закон Моисея Так Все Это Бедствие Простило Нас Но Мы Помоляли Господа Бога Нашего Чтобы Нам Обратиться В Беззакон Наш И Наблюдал Господь Это Бедствие И Навел Его На нас Ибо Праведен Господь Бог Наш Во всех Делах Своих Которые Собершает Но Мы Не Слушали Глаз Его И Ныне Господи Боже Нас И Ведший Наш Народ Твой Из Земли И И Сильный И Я Явившись Славу Твою Как День Си Согрешили Мы Поступали Нечестиво Господи По всей Правде Твоей Да Отвратиться Вне Твоей И Негодование Твоей Отграды Твоей И 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 Боже Наш Молит Урабатывай И 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 Приклонит Боже Мой Уха Твоё И И И И И И И И И Субтитры делал DimaTorzok И вообще на Библии мы понимаем, что я верю, что есть исповедание за грехи прошлого. И мы можем это делать, когда мы занимаем свое место в Мессии и исповедуем грехи наших предков. И мы можем принять исцеление, и всякое последствие от проклятия и греха наших предков будет разрушено. И мне потребовалось долгое время, чтобы понимать хотя бы часть того, о чем я вам говорил. Но я понял это в своей жизни, пережил это. И также увидел это в жизни других людей. Часто, если вы занимаетесь консультированием, люди придут к вам и скажут, что у них вот такая-то проблема, что-то происходит в жизни. И если вы будете смотреть только на обстоятельства их настоящей жизни и то, что они сделали за вот это время, тогда очень сложно найти причину. Но если вы начинаете смотреть на то, что происходило в их прошлом, вы видите причину проблем. Например, отец или мать занимались колдовством. Оккультизмом. Или какие-то глубокие сексуальные грехи. И все это может стать причиной, почему у людей проблемы. И yet it doesn't seem that there's anything wrong at that particular time. Can you repeat that, please? But there doesn't seem to be anything wrong at that particular time in that person's life. Если смотреть на жизнь человека, может быть, что мы не найдем никакой причины или никакой проблемы вот в то конкретное время, в которое приходит к нам человек. Now, if you do get involved in any form of counseling, если вы будете заниматься консультированием, then I think at some point you're going to come across this problem. То я верю, что вы столкнетесь с такими проблемами. And then you need to know how to deal with it. И вам нужно знать, как с этим разбираться. Dealing with it is actually quite simple. И разбираться с этой проблемой не так сложно. It's a matter of confession and repentance. Вопрос исповедания и покаяния. And then it's finished. И тогда все прекращается. And you see release in the person. И вы увидите освобождение в человеке. Okay. As we are also involved in counseling, когда мы участвуем в консультировании, there are possibly many things that we will come across. Мы встретимся с разными вещами. All of them will have influences on a person's ability to function in his Christian life. Okay. Let's run through a few things. I have a whole list of stuff here. Idolatry. Например, идолопоклонство. Okay. Now, when we think about idolatry, когда мы говорим об идолопоклонстве, very often we only think about things like eastern religions, чаще всего мы считаем, воспринимаем только восточные религии, восточные религии. Chanting. Like Hare Krishna. А, всякие песенки типа как у кришнаитов. Cults. Культы. Secret orders. Тайные ордены. Like Freemasonry. Like Freemasonry. Как масонство. Yeah. But a long time ago I developed a sort of definition for idolatry. Но какое-то время назад у меня получилось дать определение идолопоклонству. basically idolatry is anything that takes the place of God. Идолопоклонство это все, что занимает место Бога. Something is more important to you than God himself. Если что-то для вас важнее, чем сам Бог, this can very quickly become an idol. Это может очень быстро стать для вас идолом. You will be guilty of idolatry. И вы станете виновны в идолопоклонстве. Okay. Occult. Оккультизм. Следующий. Астрология. Астрология. Fortune telling. Предсказание будущего. Ouija board. Sorry. Ouija board. You know what a Ouija board is? That's like a board with lots of letters around it and you put your fingers on something and you say okay, tell me the name of the person I'm going to marry. Something like that. It's a divination. It's a sort of divination. Okay. Seances. Seances. Dungeons and Dragons. Dungeon. I forgot. Dungeons and Dragons. Do you know what the game is? It's a game. A video game to be exact. Yeah, I forgot the translation of the word dungeon. Can you? Prison. Игра темницы и драконы. Ну, компьютерная игра тоже связанная с... Hypnosis. Гипнозы. ESP. Extrasensory perception. Экстрасенсорные возможности. Crystals. Гадания по кристаллам. Psychic healing. What is it? Psychic healing. It's... How do I describe that? It's basically using your mind to heal someone. Okay. Как это? Когда лечат силой мысли. Okay. В общем... В общем... Yeah. Something like that. Да. Лечение силой мысли. Пусть будет. There's a whole list of things, but some things we may not consider. Есть целый список, но есть определенные вещи, которые мы можем не воспринимать как опасные. I hope everybody here agrees that the horoscope is a cult. Я думаю, что все здесь согласны, что гороскопы это оккультизм. I agree. Okay. Wonderful. You agree on something. Виталик молодец, хочешь с чем-то ты согласен. Это тебе Роджер сказал. No, but there are many, if you ask, be very careful, there are many today, if you ask them about horoscopes, they think that's okay, they think it's fine. And they're believers. Но есть верующие, которые считают, что гороскопы это нормально. Okay. Witchcraft and satanism. Следующие это колдовство и satanism. Okay. Oh, there's a whole list of stuff here. I'm not sure whether it's important that we go through that. I think most of you will agree with everything that's written down here. Okay. The only one that you would maybe have a little trouble with murder. It belongs under witchcraft and satanism. Это относится к сатанизму и колдовцу. Why? You mean ritual murder? Ritual murder, but also murder as murder. What about an accidental murder? Is there such a thing? А есть такое понятие, как случайно убийство? You can accidentally kill someone, but you cannot accidentally murder someone by the definition of the word. No, we don't have the difference in Russian, you know? Yeah. Ну, в общем, то, что в английском, это именно умышленное убийство. То есть, ну, вот просто захотел убить человека. Because murder is an act of the will. To kill and to murder это разные вещи. Что? What about abortion? Sorry? What about abortion? Abortion. Abortion is murder. Это тоже намеренное убийство. Это тоже колдовство, получается. So it falls under the same thing. It comes under the old form of child sacrifice. Sorry? It comes under the old form of child sacrifice. Вообще-то аборты это одна из старых, один из старых видов жертвоприношений детей. Okay? In scripture it talks about they pass their child through the fight. Sorry, помните, в писании говорится, что детей проводили через огонь. Or they delivered up their child to Moloch. it's the same thing. Sorry. If you disagree with me. But it is the same thing. A child is being sacrificed because the parents don't want to deal with that. Or that they say, okay, I'm in the middle of my career, I can't have a baby now, I'll have an abortion. So the baby is sacrificed for the sake of the career. And so there are many other instances which you could say, but the baby is sacrificed in one form or another. Sexual sin. Anything here that you might have trouble with, I don't think so. But we have to remember that sexual sin is not always the act. It is also the thought. Yeshua made this very clear when he said, even if you think about it in your mind, you are guilty. And I know many men fantasize in their mind about certain things. I can't say whether women do that, but I know that men do. drugs and addiction. Okay. Drugs and addiction. And addiction. Okay. One that you might find a little funny to come under there, food dependency. It's an addiction. It's an addiction. It's an addiction. But we are dependent on food, they say. there's a difference between eating to stay alive and eating to satisfy a need. There's a difference between eating to stay alive Some people are addicted to chocolate. There's people who are addicted to chocolate. Anybody here? There's very difficult to stay away from. Okay. We can joke a little bit, but we need also to be serious that it's not always the things that we think are so. But the devil is very subtle in making us dependent on certain things. Следующий пункт это вера в ложь сатаны. То есть о чем я? Сатана будет вам лгать о том, кто вы есть. Он попытается сделать так, чтобы вы поверили, что вы не важны, например. Он будет искажать ваш образ, то, как вы себя видите. Будете ли вы видеть себя как грешник, который спасен по благодати? Или вы будете видеть дочери сыном царя? Да, мы грешники, спасены по благодати, но мы также сыновья и дочери царя. сатана 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 касается Бога. Сатана сатана касается Бога. Кто Бог есть. Ложь сатаны она также касается то есть сатана когда лжет он включает и природу Бога. Ну имеется в виду он говорит о Боге тоже. так произошло с Евой. Потому что сатана обратившись к Еве и сказал разве Бог сказал это разве он действительно убьет вас? И она поверила в его ложь. И к чему это привело? Не только Ева конечно это сделала и Адам последовал ее примеру. Следующее страх страх ошибиться страх наоборот отдержать успех страх перед отвержением паника переживание отчаяние безнадежность следующее неверие недостаток доверия колебания в разуме в мыслях обман и не честность все со всем этим вам придется встретиться если вы будете участвовать в консультировании обман и нечестие ложь воровство и преувеличение И нам нужно тоже... Нам тоже нужно остерегаться этого, потому что очень легко начать преувеличивать. И если мы будем продолжать, то это перерастет в нечестие и обман. Гордость. Самоправедность. Селф-фокус. Все касается меня. Ваняти. Ваняти. Я самый красивый в мире. Окей, forget it. It's not important. Агаранс. Арроганс. Невежество. Окей. Ребелленно. Непослушание. Неуважение. Селф-вилд. Ступерн. Злость. Горечь и ненависть. И так далее. Желание смерти другим. Проявление жестокости. Волгар лэнгвидж. Нечистая речь. Использование плохих выражений. Высокомерие и музыка. Какую музыку вы слушаете? Разно. 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 Хеви-мэтал. Хеви-мэтал. Когда я смотрю на... Когда я смотрю на... Когда я смотрю на... Когда я смотрю на современных звезд. И в принципе на звезд прошлого, когда я был молод. То содержание их, скажем так, послания. И это их образ жизни. Должны ли мы слушать кого-то, кто пропагандирует гомосексуализм? Или слушать музыку тех людей, которые признают, что они гомосексуалисты? Или те, кто пропагандирует оккультизм и сатанизм. Пристрастие к наркотикам. Где содержатся сексуальные сцены. Не обязательно в клипах, но в лирике. Или как эти люди одеваются, когда они поют свои песни. Все это может влиять на нас. И я верю, что Бог призывает нас к чистой жизни. Чтобы мы разбирались с этими вещами в нашей жизни. И чтобы мы могли реагировать на такие вещи в жизнях тех, кому мы помогаем. Нам нужно учиться разбираться с этими вещами. Продолжение следует... Продолжение следует...